Бузина красная – описание, где растет, отличие от других сортов. Бузина красная – это растение, широко распространенное в Европе, включая Средиземноморье и Восточную часть, в Азии, а также в Северной Америке. В России в дикой природе красная бузина произрастает практически по всей территории, будь то Подмосковья или Краснодарский край, хотя в Сибири ее вытесняет другой вид – бузина сибирская. Выращивают ее и в культуре, причем в основном в декоративных целях. Она популярна в ландшафтном дизайне, ее высаживают и в общественных парках, и в частных садах. Описание и культуры Бузина красная представляет собой сильно ветвящийся кустарник, который чаще всего вырастает до полутора-трех с половиной метров в высоту, реже встречаются. Экземпляры ростом до пяти метров. Кара у этого кустарника имеет серовато-бурый оттенок. У молодых растений она гладкая. Но у старых начинает шелушиться. На стеблях заметны более светлые бугорки, называемые чечевичками. Это не заболевание, а естественное образование, состоящее из рыхлой ткани, которая пропускает воздух. Таким образом, в плотном опробковевшем по крови возникают отдушины, через которые кустарник может дышать. Важно! Бузина красная отличается очень ломкими ветками. Это связано с тем, что большую часть их объема составляет рыхлая сердцевина буроватого цвета, а самой древесины в них сравнительно мало. Этим растение отличается от других видов бузины, а заодно и от прочих кустарников, характерных для европейской части России. Почки у бузины красной крупные, из них потом развиваются удлиненные ланцетные или яйцевидные листья, длина которых может составлять 5-10 сантиметров. Молодые листья часто имеют насыщенный красный или даже фиолетовый цвет, что связано с тем, что они содержат фигмент антоциан. Кстати, он обладает и антиоксидантными свойствами. В данном случае важно то, что этот фигмент может преобразовывать световую энергию в тепловую, а это важно для развития растения после зимы, когда солнце пригревает недостаточно. Следует также отметить, что листья красной бузины отличаются характерным и неприятным запахом. Цветет растение красиво. Каждый цветок имеет диаметр в несколько миллиметров. Но цветки собираются в плотные соцветия, чаще всего конической формы, которые достигают 20 сантиметров поперечники. В отличие от черной бузины с сидячими цветками, здесь они растут на цветоножках. Лепестки у них обычно белые или зеленовато-желтые. Цветет бузина красная в мае-июне, причем одновременно распускаются листья. Процесс продолжается около двух недель. Плод бузины – это костянка ярко-алого цвета. Ягоды бузины красной созревают в июле-августе и имеют небольшой размер до 5 миллиметров. От плодов черной бузины они будут отличаться не только цветом. Такие ягоды обладают неприятным запахом, их нельзя есть ни сырыми, ни прошедшими термическую обработку. Во-первых, потому что они содержат ядовитый гликозит, а во-вторых, из-за неприятного вкуса. Впрочем, он не нравится только человеку. Птицы охотно поедают эти ягоды, так семена кустарника распространяются дальше. Обратите внимание, плоды, если они предназначены для каких-то медицинских целей, нужно собирать сразу, пока до них не добрались вернатые. Индивидуальные особенности растения. Бузина красная может выглядеть очень нарядно. Весной – благодаря крупным зеленоватым соцветиям. Летом и в начале осени – благодаря ярко-красным ягодам среди зеленой листвы и на траве. Существуют также сорта с декоративными листьями, которые смотрятся красиво и в промежутке между цветением и плодоношением. Именно поэтому они так популярны в ландшафтном дизайне. Красная плюмозаурия очень красиво смотрится. Бузина красная плюмозаурия. Она отличается резной листвой золотистого цвета и плодами рубинового оттенка. Разрастается быстро для обильного цветения и плодоношения требует легкой полутени. Если солнца будет слишком мало, листья станут зелеными. Этот сорт хорошо смотрится и в одиночных и в групповых посадках. Еще один красивый сорт – Сазерленд Голд. Он также обладает золотистой кроной, но любит не только полутень, но и солнечные участки. Особенно красив в виде солитера или в контрастных по цвету группах. Агротехника для красной бузины в целом практически не отличается от правил высадки и ухода для других растений этого вида. Это теплолюбивое растение, хотя многие сорта отличаются зимостойкостью. Они нетребовательны к почве и могут расти на глинистом грунте. На заметку, размножается красная бузина одревесневшими черенками. При этом саженец рекомендуется высаживать в открытый грунт осенью. Предварительно для него готовят яму шириной порядка 50 сантиметров. Если кустов будет несколько, расстояние между ними должно составлять полтора метра. Ранее весной рекомендуется обрезка кустов. Свойства культуры. Бузина красная, растение красивое, но ядовитое. Его соцветие отличается неприятным запахом. Оплоды ни в коем случае нельзя есть. Если ягоды черной разновидности продукт не слишком съедобны только в сыром виде, то эти плоды в любом случае ядовиты. Официальная медицина даже не признает лечебные свойства красной бузины. Тем более, что и химический состав ее плодов изучен слабо. Известно только, что в эти ягоды входит гликозит самбунигрин, который придает токсичность и другим плодам этого вида, поскольку служит основой для выработки синильной кислоты. Однако красная бузина все равно применяется в народной медицине, правда, в лекарственных целях используются только цветки, листья, кора и корни растения. При этом применяют средства на их основе с осторожностью, соблюдая прописанную натуропатом или фитотерапевтом дозировку. В указанных частях растения присутствуют и полезные вещества с научно доказанными лечебными свойствами. Это витамин С, рутин, органические кислоты, фитонциды и дубильные вещества. Поэтому применение бузины красной выходит за рамки ландшафтного дизайна. Из листьев, коры и цветков растения делают настой отвары, их используют для лечения суставов, болей, вызванных смещением позвонков. Бранхита, ревматизма, ангина, пяточные шпоры. Важно! Из плодов бузины красной делают спиртовую настойку, 1 четвертую объема ягоды, остальное – водка. Для внутреннего употребления такая настойка не годится, поскольку она может только вызвать отравление. Но ее используют для компрессов или втирают в кожу. Цветковые отвары настоя из листьев могут применяться в качестве патагонного средства приорви. Они избавляют от мигрени и используются в лечении бронхиальной астмы. При лечении бронхита применяют настой коры. Приготовить его легко – 1 стакан. Ложка растительного сырья заливается стаканом кипятка и настаивается в течение 2 часов, а затем средства процеживают и принимают по 70 мл трижды в день. Отвар на бузине у средств на основе бузины есть и противопоказания. Во-первых, это наличие аллергических реакций, во-вторых, беременность и период лактации, в-третьих, заболевания органов ЖКТ и гипотабилиарной системы. Из бузины красной можно сделать не только лекарства. Из ее веток с рыхлой сердцевиной традиционно изготавливают катушки и коклюшки для рукоделия. А в садах это растение высаживают еще и как инсектицидное средство, эффективное против разных вредителей. Сейчас рекомендуется несколько кустов поместить поближе к туалету или в огребной яме, тогда там не будет мух. Старину ее высаживали у амбаров, поскольку считалось, что бузина отпугивает мышей, хотя описание ее химического состава не дает возможности подтвердить этот факт. Могут существовать и другие способы применения семян, плодов и прочих частей растения. Например, в некоторых европейских странах из семян производят масло, которое применяется в технических целях. Из плодов теоретически можно получить спирт, а из листьев – натуральный зеленый краситель. Важно! Красные ягоды бузины помогают отмывать кожу рук от любых загрязнений, достаточно просто потереть ягоды в ладонях. При этом из них выделяется сок, который растворяет даже въевшуюся грязь, включая растительные смолы. Все, что делают из бузины красной, безопасно для здоровья человека. Это растение является опасным только в том случае, если употреблять плоды внутрь. В таком случае возможно отравление. Болезни и вредители. Так же как и бузина черная и красная разновидность устойчива к болезням, каких-то специфических патологий для нее нет. Что касается вредителей, то здесь возможно только заражение тлей, которое может облюбовать верхушку растения. Это явление можно предотвратить. Для этого весной кусты обрабатывают карбофосом или какими-нибудь растительными средствами, например, чесночным или дегтярным раствором. Вредители на бузине. Чем отличается красная бузина от черной бузины? Для начала следует отметить, что с биологической точки зрения бузина красная представляет собой отдельный вид. Но на практике разница между видами заключается в ответе на вопрос, бузина красная ядовитая или нет. Черная бузина для человека безопасна, ее плоды широко применяются в пищевой промышленности, из них делают напитки, варенье и повидло. Их добавляют в виноградное сусло. Плоды красной бузины съесть сырыми опасно, а после термической обработки гликоза частично разрушается, но они все равно приятным вкусом не отличаются. Кисель из них используется как слабительное средство, что само по себе говорит об их влиянии на человека. Таким образом, разный химический состав плодов, коры и листьев обусловил и разницу в применении двух этих видов растения. 0.0 VOT ARTICLE RATING Субтитры создавал DimaTorzok